Перед вами картина Николая Кулебакина, известного экспрессиониста, художника, такого ангарного толка, автора, по праву можно считать самарским автором, но родом из Ноябрьска, приехал где-то в начале 90-х в Самару. Николай Кулебакин славится своими практически абстрактными пейзажами, какими-то сюжетными картинами, но как правило это пейзажи, иногда он пишет букеты, но абсолютно в такой его характерной для его манере, я это называю с одной стороны почти абстрактной, беспредметной, можно сказать, живопись, но при этом мы видим, что все-таки есть определенный сюжет, и на примере этой картины, называется «Костер на берегу», мы видим тот самый костер, мы видим и реку, да, и какое-то небо, но небо оно совершенно такое вот тягучее, свинцовое, да, переходящее местами, совпадающее с такой же фактурой, с такой же цветовой гаммой, как и берег этой реки. Здесь очень интересно использованы приемы, световые такие переходы, которые, ну, очевидно, что художник делал в том числе с использованием шпателя, ну, вот характерные для Кулебакина такие мотивы, смешение большого количества цветов, их какая-то фантастика, какая-то сразу аура, да, ощущается в этих работах, ну, своим характерным. Интересна эта работа, что она оформлена автором в оригинальный деревянный багет, и она написана на холсте, то есть Кулебакин в основном большую часть своих работ писал на арголите, лишь некоторые картину доставились чести написать на холсте, и одна из таких работ перед вами. Важно отметить, что, к сожалению, осенью 2020 года художник умер, прожил такую довольно большую содержательную жизнь, но, увы, автор уже новых работ не напишет, поэтому тем ценнее становится только художественное наследие, которое он оставил после себя, и таких работ на самом деле не так много есть, поэтому, уважаемые коллекционеры, а также дизайнеры, которые рассматривают работы Николая Кулебакина в качестве возможных произведений для интерьера, обратите внимание на этого автора, особое внимание, потому что ценность таких работ художника, который уже ушел, к сожалению, от нас, она с каждым годом будет все расти и расти.